В продолжении собрания и сегодняшней темы я прочитаю вместе с вами целую главу пророка Исаии. Это глава вторая. У меня на сердце в планах в течение зимы проповедовать на тексты из Исаии, иногда по вечерам, иногда, возможно, буду утром на служении. Сегодня вторая глава. Собственно, я больше буду читать, наверное, чем говорить. Давайте вместе эти слова обдумаем. Это слово, которое было сказано Исаией 2000 лет 700 тому назад. Сказано было в то время, но сказано и о времени, которое очень близко к нам. Собственно, где-то частично, даже то, что сегодня творится в мире, мы это видим. Вторая глава Исаии со второго стиха. И будет в последние дни гора Дома Господня, это та гора, на которой стоял храм Иерусалима. Гора Мория, гора, которая сегодня есть, но на которой уже нет храма Иерусалимского, она где-то частично застроена мечетями. Бог говорит, и будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор. То есть она будет самая высокая и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Но здесь говорится не о том, что она буквально станет самой высокой точкой, а что она будет самым значимым местом на земле для людей. Но это будет когда? В последние дни. Сегодня мы слышали, что США было инициатором, чтобы признать Иерусалим столицей, хотя он давно объявлен самим Израилем, но вот это не признано еще государствами и другими. То есть эти события, о которых говорится в последнем времени, что однажды Иерусалим станет столицей мира. Но это будет не раньше, чем придет Христос снова во второй раз. Его будет в роли пришествия. И его троном, где он будет править, он будет править с храма, с храма Иерусалимского, которого пока нет. Он к тому времени будет отстроен, и его правление будет оттуда распространяться по всему миру. И весь мир будет это признавать и смотреть на это место как на самое изнащимое место в мире. И вот все народы это признают и добровольно подчинятся. Стих 3. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню в дом Бога Иаковлева. И научит он нас своим путям. И будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона, это гора Иерусалима, выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Вот это вот желание людей объединиться вокруг Иерусалима будет, потому что они признают, что Божье Слово будет отдано оттуда с Иерусалима. Они признают, что Бог правит оттуда. И это будет признание не просто как города, а признание Бога и Его Слово как конституции для нашей жизни. Будет такое время, когда Бог это сделает. Пока люди живут, каждый по своим законам, и даже по своим законам не живут, а грешат. Будет время, когда весь мир добровольно, ну или под властью Христа признает это. И признает правление Христа и Его законы своими законами. Стих четвертый. Это, наверное, самый известный стих, четвертый стих из пророка Исаии на сегодняшний день. Самый известный стих на сегодняшний день, ну, для мира. Может быть, для нас есть другие известные тексты, а для мира вот стих четвертый. И будет Он судить народы, это Христос, и облючит многие племена. Но самое известное, это вот вторая часть. И перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Вот эта вот фраза, что перекуют, мужчина орала, и вот народ не будет воевать, она очень часто цитируется. И даже иногда говорится, люди не знают, откуда эта фраза происходит. А после говорится, что вот такая мечта у людей, стремление. Интересно, что когда была после войны сделана Организация Объединенных Наций, ООН, ее штаб-квартира в США, то эта организация ООН сделала своим лозунгом этот текст писания. Вот это вот четвертый стих, но вторую часть. И когда они построили как бы в сквере перед своим зданием монумент грандиозный, стену, на этой стене большими буквами написали этот отрывочек. Вот перекуют мечи на орала, и вот народ не будет воевать против народа. И когда ООН сделала это своим лозунгом, то Советский Союз как бы этот лозунг поддержал и подарил ООН скульптуру, которую сделал советский скульптор, очень известный богатыр, не знаю, русский или не русский, с кувалдой, как кузнец, берет меч, ударяя по нему, изгибает его, из меча получается как бы серп. Но знаете, что все эти мнения, вот даже этот лозунг, он не сильно радует, потому что почему они сделали только вторую часть лозунга, а эта вторая часть не работает. Когда это исполнится? Когда это сбудется, Бог говорит? Вот когда ООН, и будет ООН судить народы, и обличит многие племена, это тогда сбудется, когда многие племена, то есть все нации, примут обличение со Христа, когда он их обличит, и это обличение их поменяет. Так что они добровольно свои воинские орудия переплавят, или сделают из них, на основе их труды для мирного труда, или для блага наций. И не будет ни военных училищ, ни армии, ничего. Кстати, вспомнил это тоже, это реальность, когда вспоминал Советский Союз, то помните лозунг, лозунг был, наша цель – коммунизм. Известный лозунг, его везде вешали. Кто-то подметил, что даже когда на фасаде артиллерийского училища, артиллерийское училище, там, где учат воевать, стрелять, в цель. Это лозунг, наша цель – коммунизм. То есть, куда они себя это устремляют? Настолько все было на автомате, бессмысленно, даже получалось парадоксально. Но когда придет Христос, Он поменяет людей. Он заставит даже силы, придите и будем ходить во свете Господнем. То есть, это призыв для народа Божьего. Ввиду того, что так скоро будет, что придет Христос, и все будут вынуждены Ему подчиниться. Мы, народ Божий, давайте подчиняться сейчас доброволе. Давайте сейчас это Его откровение принимать и по нему жить. Но это пять стихов этих очень такие оптимистические, а реальность была другая. Вот какая была реальность. Стих 6, когда жил Исаия. Стих 6. Но ты, но ты, это значит, Бог, но ты отринул ворот твой. Почему потому что дом Якова? Потому что они многое переняли от Востока и причисляются. И чаря-деи у них, колдуны всякие, как вы говорите, стимлян. И с сынами чужих они в общении. И все, что плохое и грешное есть в язычестве, они это принимают, они с этим дружат, с этим братаются. Стих 7. И наполнилась земля Его серебром и золотом, и нет числа сокровищем Его, и наполнилась земля Его конями, сейчас автомобилями наполнилась, и нет числа колесницами Его, и наполнилась земля Его идолами. Земля Его – это земля народа Божьего. И все это, что было в мире, оно перешло на народ Божий, и люди начали этим гордиться. И они поклоняют отдел рук своих тому, что сделали перстей. И люди, народ Божий увлекся всем этим, настолько увлекся, что этому поклоняются. Техникой, телефонами, компьютерами, айфонами, всем, чем угодно. Это их настолько увлекло народ Божий, что они забыли Бога. Кажется, вот земля всем, чем хочешь, наполнилась. Захочешь в магазины – все переполнилось. Так в жизни все переполнилось, но есть одно но, чего нет. Когда-то все переполнилось, вот мы начинали стих 6, но ты оттринул народ твой. Они всем этим переполнились, но остались без Бога. А Бог их оставил, потому что они к этому прилепились. Это стали ихними идолами. И как результат стих 9, и преклонился человек. Человек стал маленьким. И унизился муж, и ты не простишь его. И это все человека не возвысило, а унизило. Человек стал как бы хуже этих идолов, которых он увлекся. Стих 10. Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа, от славы величию. Знаете, вокруг Израиля были много гор и много скал, и было много пещер. И Бог говорит, из-за того, что вы так этим всем увлеклись, ждите Бога, но не как своего спасителя, как своего грозного судьи, и прячьтесь, убегайте кто куда может, Он идет вас карать. И когда Бог будет карать, стих 11, поникнут гордые взгляды человек. Сейчас так много гордых взглядов. Поникнут гордые взгляды. И высокое людское унизится. Вот ключевая, наверное, фраза этой главы. И один Господь будет высок в тот день. Бог позволяет пока людям возвышаться. Когда какого-то времени Он позволял строить эту башню. Но до какого-то времени. Бог терпит. Но при этом момент, когда Бог это все разрушит, когда Бог все восстановит, когда только Он один будет высок. стих 12-й. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И причисляется, как то, что было тогда высоко. Сих 13-й. И на все кедры ливанские высокие, превозносящиеся. И на все дубы васанские. Сегодня многие как дубы ходят. И на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли, то есть на всякую технику. Стих 17-й. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится. И снова. И один Господь будет высок в тот день. Вот чего мы ждем. Вот как бы в преддверии, чего мы находимся. Бог говорит, все это, то, что так люди сейчас ценят, этим служат, этому поклоняются, оно будет полностью уничтожено. И только я буду высок. 18-й. И идолы совсем исчезнут. Когда придет Христос на землю, то идолов не будет. Вот 19-й. И пойдут люди в расселенный скал, и в пропасти земли от страха Господа, и от славы и величия Его. Настолько люди осознают, как Бог велик, что все у него падут. Стих 20-й. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам своих серебряных идолов, которых сделал себе для поклонения. Когда Бог придет и возвысится, люди настолько перепугаются, и от страха Его будут бегать от Его славы, что все, что было ценно, все, что они им дрожили, все повыкидают, потому что оно им будет не нужно. Оно будет им мешать бежать. Что для вас ценно? У кого телефон, он выкинет свой телефон. У кого свой джип, он оставит, побежит пешком в горы. Все будет оставлено. Настолько будет страх перед Богом, Его славой. 21-й. Чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и от славы и величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. Ну и последний стих. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? На правителей, на власть, на кого угодно, на хорошего брата. Перестаньте надеяться. Начните надеяться на Господа сейчас, только на Бога. Только Его чтить, Его поклоняться, Ему служить. От Него ожидать избавления. Это призыв для народа Божьего сейчас, который ожидает этого времени, чтобы мы в это время пришли уже добровольно исправленными. И тогда Его прищастие будет нам во спасение, тогда, когда для других в осуждение. Тогда они перед Ним поклонятся уже не добровольно от страха, но это их не спасет. Тогда их гордость будет унижена, но это их не спасет. Спасает нас, когда мы эту гордость, добровольность сейчас склоняем перед Ним на коленях, перед Ним в покаянии. Знаете, вот Евангелие это то, что сделал Бог, чтобы мы перед Ним склонились. Люди хотят сделать так, чтобы веровать в Бога и перед Ним не склоняться. И чтобы веровать так, чтобы себя возвышать. Поэтому так много религий, поэтому так много даже христианства такого человеческого. когда люди хотят спастись своими заслугами. Вот я буду делать-делать, я какие-то обряды буду, какие-то действия совершаю, и я надеюсь, что вот я такой буду хороший, и меня Бог должен взять, потому что я же такой Христос пришел спасти всех, вот такая фраза, но кроме гордых, да, Он спасает всех, но кроме гордых. Он может спасти всех, но гордый, Он не нуждает о спасении. Гордый не кается, гордый не падает перед Христом. Так вот, Христос пришел спасти нас, которые перед Ним смиряются, которые в этом мире ничего не считают за ценным, как только ценный Христос, самый ценный для нас, и мы Его любим, и Он на первом месте в нашей жизни, и мы Ему служим. Поэтому, ожидая этот момент, давайте не делать то, что делали люди из истории, которая описана в книге Бытие 11 глава. И это то, что делает мир до сегодняшнего дня. Пытается себя возвысить. Давайте возвышать только Господа, потому что однажды Он сделает, что только Он будет высок. А все, что люди поднимали, оно будет разрушено. Давайте мы как церковь будем людьми, которые Его почитают, Его возвышают тем, чтобы мы Его благове не слушаемся. Если Он для нас высок, если Он будет высок для людей в последние времена, то они все признают Его и будут Его Слово слушаться. Давайте так Его слушаться, жить по Его словам, подчиняться Ему, быть Его рабами, Его слугами, Его детьми, которые в послушании Его почитают. При этом надеяться не на свою добрость или свое послушание, а на Его милость. И будем Ему в этом благодарны. Аминь.